Добрый день, уважаемые слушатели! Приветствую вас от имени учебного центра специалист крупнейшего компьютерного учебного центра России. Уже 29 лет мы учим людей и меня зовут Белова Ольга и сегодня мы с вами будем участвовать в батле облачных решений. И пока мы начинаем наш батл, чтобы наши эксперты лучше понимали для кого сегодня они рассказывают, для новичков или уже для продвинутых подготовленных специалистов, я предлагаю им помочь и проголосовать, заполнить маленький опросник. Это займет буквально несколько минут у вас. В чате есть ссылка или можете навести свою камеру телефона на QR-код, который сейчас изображен на экране и перейти в Google форму для ответа на вопросы. Итак, пока вы голосуете, я расскажу несколько слов о предстоящей нашей облачной битве. Конечно, любое сравнение продуктов и технологий в IT-сфере – дело очень сложное. Но еще тяжелее сравнивать такие вещи, как платформы облачных сервисов, которые сложно объединить в одинаковые категории, поскольку у них разные плюсы и минусы. И сегодня мы увидим битву между двумя наиболее популярными облачными платформами – AWS и Azure. Поставщики облачных услуг, такие как Microsoft, Azure и AWS – супергерои гораздо больше, чем можно подумать. Компании, занимающиеся облачными вычислениями, затрягивают жизнь каждого из нас и делают мир лучше. Сегодня наш учебный центр пригласил своих экспертов, чтобы сравнить эти две облачные платформы. Наши эксперты должны доказать, какой же облачный сервис лучше. Впереди у нас два раунда. В первом раунде наши эксперты будут презентовать облачные системы и демонстрировать достоинства каждой из них. А во втором раунде они будут отвечать на ваши вопросы, позволяющие раскрыть особенности каждой из облачных систем. И какая облачная система одержит победу – решите вы. В конце у нас будет голосование. И также хочу вам напомнить, что у нас проходит конкурс, и вы можете задавать ваши вопросы в чат, мы будем их отслеживать. У нас там есть специальный модератор, и наши эксперты на них ответят во втором раунде батла. Автор самого интересного вопроса получит от нас подарок. И кто этот счастливчик, мы также узнаем в конце. Итак, давайте посмотрим, все ли проголосовали. Даю вам вот сейчас последние несколько секунд. Пожалуйста, голосуйте. Кто еще не успел, можно вот перейти по QR-коду, либо перейти по ссылке в чате. Итак, у меня уже есть первые результаты. Итак, по результатам голосования большинство из наших слушателей училось уже в специалисте и работают в IT уже более трех лет. И также это люди возрастом 35-45 лет. И большинство из них используют какие-то другие облачные решения, а не по 629%. И 41% не работал с облачными решениями до этого. А вот сейчас результаты немного меняются. Пока вот 38% не работали, а 27% используют какие-то облачные решения. Отлично. Ну что ж, сейчас я представлю вам наших участников батла. В левом углу у нас Александр Новиков. Александр представляет облачные решения АВС. Александр, присоединяйтесь к нам. Расскажите нам, пожалуйста, о своем карьерном пути. Как вы пришли в облака? Было бы очень интересно узнать. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Александр Новиков. Я рад вас очень приветствовать на данном мероприятии. Надеюсь, что вам будет очень интересно. Тема, по крайней мере, такая важная сейчас тем, кто сталкивается с облаками. Что касается моего опыта, как я пришел в облака, я пришел из очень близкой сферы. Мой предыдущий опыт был связан с работой именно в телеком-компаниях. Это, прежде всего, операторы связи, фиксированные спутниковые связи. Там я работал на разных, так сказать, позициях, ролях. Это отвечало за внедрение решений, за проектирование и за разработку IT и телеком-решений. А говоря уже о моем опыте непосредственно с облаками, то мой первый опыт именно с облаком, это был облако АВС. Это 2016 год. На тот момент, собственно, если говорить по-честному, особо других вариантов и не было. Скажем, ближайшие конкуренты только начинали появляться. А в России еще рынок не был сформирован. Поэтому, скажем, с 2016 года я уже работаю с облаками. Первое мое облако было АВС, с которым я познакомился. И на настоящий момент я также изучаю облачную тематику, скажем, на позиции как архитектор решений, помогая корпоративным заказчикам решать их бизнес-задачи с помощью облачных технологий. И параллельно с этим я занимаюсь еще темой, связанной с девопсом и автоматизацией процессов разработки. Ну вот, если кратко, обо мне. Спасибо большое. Да, было очень интересно. В нашем учебном центре, хочу сказать, что проводятся курсы по основам работы с облачными сервисами Амазон. И совсем скоро стартует очередной курс. Вы еще успеваете записаться в ближайшую группу. Инфраструктурные и платформенные сервисы АВС. Она стартует 18 января. Наши слушатели обычно говорят, что преподаватели умеют объяснять самые сложные материалы и используют примеры из своей рабочей практики. Конечно, вот такие, как Александр, эксперты, мы приглашаем достаточно опытных специалистов. Ну что ж, пора переходить ко второму участнику-эксперту, Денису Михайлову. Он у нас в правом углу. И представляет платформу Azure. Денис – специалист-практик в сфере системного администрирования, сертифицированный MPC и MCT-специалист. Более пяти лет он преподает курсы по IT-технологиям Microsoft. Если среди вас есть те, кто у него учился, поставьте в чате 5. И сейчас я даю слово Денису. Денис, расскажите, как стали преподавателем? Потому что я знаю, что ваш основной опыт был во внедрении продуктов Microsoft. Да, всем добрый день еще раз. Всех рад слышать на сегодняшнем мероприятии, посвященном облачным технологиям, которые сейчас, естественно, являются одними из основных и передовых технологий, особенно в связи с нашей текущей ситуацией с коронавирусом. Немножко еще раз про себя расскажу. Меня зовут Денис Михайлов. Я занимаюсь IT-технологиями уже более 20 лет. Последнее место работы, как вы уже говорили, 5 лет занимаюсь преподаванием IT-технологий, посвященных Microsoft. За последние пару лет уже не только Microsoft, но и уже Linux, так как Microsoft все-таки уже перебирается на Linux-овую платформу медленно, но уверенно. И пришел в тренерство из практики. То есть сначала набрал большой багаж практики, довольно хороший багаж мне получилось набрать в компании Softline, которая работала как раз, посвященном системам сервис-деска. И раз сервис-деск, то, собственно говоря, был большой пул продуктов с этим связан, и мониторинг, и работа, и виртуализация, всего хватало более чем достаточно. С Azure знаком с 2014 года, можно так сказать, что официально релиз Azure был в 2008 году, но он был очень маленький, худенький у Microsoft, и официально его название появилось в 2014 году. И постепенно все больше и больше в этом плане Microsoft развивается. Представляет большой список продуктов. И вот можно сказать, что Microsoft именно с точки зрения Azure я преподаю это последние 2-3 года. Такой довольно большой пул информации по нему уже было, ну и применение с точки зрения как раз IT-технологий и в IT-отделе, как это может быть применено для бизнеса. Мы это потихонечку как раз и разберем в первом и втором нашей части данного мероприятия. Спасибо, Денис. Хочу сказать, что Денис в нашем учебном центре ведет курсы основы Microsoft Azure и разработка решений для Microsoft Azure, а также другие курсы по IT-технологиям Microsoft. И те, кто еще не учился у Дениса, смогут сегодня оценить его стиль или записаться к нему на обучение. Ближайший курс основы Microsoft Azure уже Дениса стартует 11 февраля. Итак, как мы с вами смогли убедиться, наши эксперты – опытные специалисты. И каждый из них сегодня берется объяснить, чем его система превосходит другую и почему она больше подходит для облачных решений. И финальное голосование пройдет в конце, и мы определим с вами победителя. Итак, пора начинать. Наши эксперты сразятся в двух раундах. В первом раунде они презентуют вам облачные технологии, а во втором раунде будут отвечать на ваши вопросы, которые вы присылали. Если вдруг у вас возникнут еще вопросы, вы можете их написать в чат, но это не обязательно. По окончанию второго раунда вы сможете поучаствовать в викторине, так что слушайте внимательно, и мы обязательно наградим победителей интересными призами. Итак, начинаем наш первый раунд. И первый у нас выступает Александр Новиков и представляет облачный сервис АВС. Александр. Да, спасибо. Коллеги, я не буду очень подробно рассказывать о том, как устроено облако Амазона. Все-таки формат мероприятий и время не позволяет этого. Я лишь постараюсь очень кратко коснуться основных моментов, наиболее важных. Чтобы те, кто не знаком с Амазоном, могли это учесть при выборе соответствующего решения. Значит, Амазон, в принципе, по праву, можно сказать, действительно является лидером и пионером рынка облачных технологий. Потому что он одним из первых начал предоставлять облачные решения. Это, в принципе, начинается с 2006 года. На сегодняшний момент у Амазона самое большое количество сервисов. Это 175 сервисов. Причем все сервисы, они доступны. Большее количество сервисов доступны. Например, у некоторых конкурентов появляются тоже новые сервисы, но они все-таки появляются в виде некого превью. Да, значит, по мнению Гартнер, это аналитическое агентство, которое проводит исследования рынка. Просьба, перейдите, пожалуйста, слайд. Ольга. Спасибо. Значит, по мнению Гартнер, на сегодняшний момент, на 2020 год, Амазон остается лидером, причем он достаточно имеет большой отрыв от ближайших конкурентов. Следующий слайд. Можно даже следующий. Да, с точки зрения технологий построения самой облачной платформы, она построена по принципу регионов. Дата-центры находятся в каждом регионе присутствия. Значит, обычно в одном регионе несколько зон доступности. Это физические дата-центры, которые разнесены по территориальному признаку для того, чтобы обеспечить высокую доступность. Ну, я об этом не буду долго рассказывать, потому что принцип построения архитектур у облачных провайдеров, у крупных облачных провайдеров, он имеет некую схожесть. Я лишь хотел обратить внимание на то, что, например, у Амазона есть, ну, скажем, уникальные сервисы, которых, скорее всего, нет у других облачных поставщиков. Вот, например, можно сказать, сервис Ground Station. По сути, это наземные станции спутниковой связи как сервис. То есть есть где-то развернутый спутниковый хаб, который подключен к Амазону, и можно получить управление этим хабом как сервисом. Сервис для работы с дополненной виртуальной реальностью, сервисы для работы с робототехникой, решения для квантовых технологий, решения для разработки игр и хостинга игровых платформ. Ну, случайно хотелось добавить то, что все-таки Амазон делал упор изначально на платформу для разработчиков, для open-source технологий, и поэтому здесь огромное количество решений, нацеленных на разработку и на хостинг, и на обслуживание этих приложений. У Амазона очень честный SLA, в отличие от, допустим, некоторых операторов облачных, которые в SLA в своих девятках прописывают различные условия, которые являются исключением. То есть некоторые работы, например, запланированные и незапланированные работы с уведомлением могут вычитаться из SLA. Амазон так не делает, у Амазона достаточно честный SLA, весь SLA прописан на каждый сервис, есть, так сказать, строгая финансовая гарантия. По поводу, скажем, юзабилити или удобства для технических людей, на мой взгляд, Амазон представляет достаточно удобную и простую консоль. Она достаточно сделана продуманно, она не перегружена лишней информацией, есть некоторая такая, образно говоря, схожесть по логике с работой различных популярных интерфейсов, которые используются в части в администрировании всяких систем. Очень просто найти, где что находится. Сервисы разбиты по структурированной, разбиты по категориям. Соответственно, это все очень легко конфигурируется, достаточно понятно. Не нужно тратить большое время на изучение самой консоли. И, по сути, можно начать работать фактически сразу же. Что хотелось добавить еще в завершение, то, что на сегодняшний момент Амазон предоставляет практически все сервисы для... Все возможные и невозможные сервисы, которые сейчас можно получить, все есть в Амазоне. Это и для разработки, и для инфраструктуры, и для машинного обучения, и бизнес-аналитики. Причем Амазон уделяет особое внимание решениям, которые он разрабатывает самостоятельно, так как компания, помимо хостинга, предоставления облачных услуг, еще самостоятельно занимается, как, вы знаете, крупнейший интернет-магазин. Поэтому и инфраструктура работает в Амазоне. В том числе используются такие вещи, как глобальная база данных DynamoDB, блочное хранилище S3, система CDN и прочее. Многие сервисы были разработаны самим Амазоном. Это еще раз говорит о том, что компания достаточно технологическая, она успевает делать современные решения, и решения очень востребованы. Вот по Амазону, наверное, все. Единственное, что я хотел еще добавить, то что, на мой взгляд, если у вас в вашей компании-корпорации есть структурные подразделения, которые пользуются ресурсами, то, на мой взгляд, в Амазоне организация, скажем, для корпоративного заказчика работы с ресурсами, в Амазоне сделана более удобно. То, что вы можете аккаунты, допустим, у каждого департамента отдела есть свой аккаунт, вы можете эти аккаунты привязать к одному аккаунту, сделать так называемую консолидацию биллинга, и еще получить вдобавок экономию за счет того, что тариф будет суммироваться. Это лично от меня такое дополнение. Наверное, по этой части, по презентации Амазона, наверное, у меня все. Мне больше, в принципе, нечего добавить. Коллеги, можно продолжать дальше. Тогда я забираю следующее слово. Презентация небольшая по облачным технологиям, именно касающейся Эжа. Итак, немножко про Эжа уже говорили. Майкрософт вступил в облачные технологии, начиная с 2008 года. Официально Эжа вышел в 2014 году, и фактически 6 лет идет полное развитие. Региональное покрытие Майкрософтом довольно большое. В общей сложности сейчас около 60 регионов покрыто. Здесь также предоставляется компании Эжа в этом плане также сеты, то есть это в случае некий дата-центр в рамках одного региона. Тем самым мы точно так же строим довольно хорошую отказоустойчивость с точки зрения этих продуктов облачных, которые предоставляются компании Майкрософт. Майкрософт в облачных технологиях закрывает основные моменты, которые у нас есть. Это основные решения. Это получается ИАС, ПАС и САС решения. В нашем случае это три основных сейчас, которые ведутся. Также Майкрософт, начиная с 2019 года, закрывает еще одно решение, это ДАС решение, и получается четыре основных элемента, которые у нас присутствуют. Расшифровывание этих параметров выглядит следующим образом. Первое, инфраструктура, сервис. Это первый параметр, который нам необходим, и был первым предоставленным для виртуализации. То есть практически нам компания в виде облачных провайдеров. В данном случае это, конечно же, Эжа. Про него рассказывают. Предоставляет некие мощности для вычисления. Это в нашем случае процессоры, жесткие диски, память и все остальное, необходимое для построения виртуальной машины. Мы собираем нашу виртуальную машину и полностью отвечаем за функционал нашего приложения. Следующее, это ПАС решение. Это платформа АС-сервис. Когда уже некий программный комплекс, некое приложение, Microsoft предоставляет нам. Например, это могут быть некие базы данных, могут быть некие приложения готовые, могут быть контейнеры, кубернетисы, докеры и другие технологии, которые сейчас очень сильно востребованы. Могут быть сетевые, гейтвы, кэши и все остальное. Следующее, это, конечно же, САС решение, в котором, естественно, Эжа является передовым поставщиком в мире. Конкурентов в него в компании нет. Самый распространенный продукт, который вы все, конечно же, знаете, это Офис 365, сейчас он называется Microsoft 365. Microsoft в него вкладывает огромнейший объем денежных средств и рекламных действий, также огромнейший объем своих знаний и возможностей. Этот продукт с каждым годом и с каждым месяцем все больше и больше развивается, поглощает все больше продуктов, которые были on-premise, то есть on-premise продуктов, которые были у нас в частном облаке, private cloud и, само собой разумеющееся, все больше в сторону ведется именно публичного развития. Также нужно понимать, последнее DAS решение, которого не было у Microsoft до 2019 года, это Desktop as Service, который был в нашем случае у конкурента, это AWS, про которого он рассказывал, Александр. Сейчас Microsoft тоже самая технология предоставляет, это создание VDI рабочей инфраструктуры для работы обычных пользователей, то есть не серверные машины мы готовим, а непосредственно мы готовим рабочую станцию под Windows 10 либо под Linux, линуксовой операционной системой, Ubuntu, либо что-то там вроде. Microsoft за последние 2-3 года делает большие шаги в сторону Linux, то есть именно выход продуктов Microsoft, таких как SQL Server, вышел под Linux в 2017 году. Дальше это переформатирование языка программирования .NET. В прошлом году у нас вышел .NET 5, который, собственно говоря, заменил полностью .NET framework. For fact, это .NET Core. Это кросс-платформенный язык программирования, который, в принципе, довольно неплохо сейчас набирает обороты в среде именно разработки. Теперь мы можем разрабатывать приложение непосредственно и под Linux, и под Macintosh, и под операционную систему Windows, используя одну технологию, один framework, который сейчас существует, .NET Core. Здесь, в целом, Microsoft развивается довольно большими шагами вперед и позволяет за счет DAS и SAS решений полностью закрывать проблемы перевода пользователей на удаленную работу, которая сейчас, конечно же, является одним из передовых элементов развития текущей инфраструктуры и текущих компаний, которые существуют как крупных, так и средних, и малых компаний. Так, из каких-то там своих сложных технологий, ну и здесь мы, естественно, говорим про Microsoft-овские в первую очередь. Это, конечно же, это Exchange, это и касается системы коммуникации Microsoft Teams, замена которому это вышло в виде Skype, Skype, который у нас был Skype for Business, вместо него вышел MS Teams, Dynamics, система проектирования, которая сейчас очень сильно тоже развивается, как в России, так и за рубежом глобальными вещами, и позволяет строить довольно хорошие корпоративные системы для получения максимальной выгоды от производства, и от офисных сотрудников и пользователей. Ну, на этом, я думаю, презентацию стоит закончить и продолжаем дальше. Денис, спасибо большое. Итак, первый раунд у нас закончился. Перейдем мы ко второму раунду, где наши эксперты будут отвечать на вопросы. Конечно, приоритет вопросам, которые вы нам присылали при регистрации. И спасибо вам за активность. Мы видим все вопросы в чате и обязательно ответим на них после того, как ответим на основные вопросы. Итак, Александр, наверное, попрошу вас начать. Первый вопрос наших слушателей. Как осуществляется размещение веб-сайта порта в облаке? Спасибо. Да, давайте подумаем. Достаточно очень, я так думаю, популярная задача, потому что все-таки веб-приложения, веб-сайты, веб-порталы, это сейчас у всех есть и более есть, и большие, и маленькие, и e-commerce решения. С точки зрения решений, которые предоставляет сам Amazon, их очень много. И решения, в первую очередь, можно было бы разделить на такую категорию, какие у вас стоят задачи и какой сайт, какие требования к нему технические, архитектурные требования и прочее. Построить сложные решения с высокой доступностью, с балансировкой, с распределением между регионами, с кэшированием и прочим, это все возможно, и это все настраивается. И эти сервисы есть практически сейчас у многих крупных облачных провайдеров. Ну, я бы хотел обратить внимание, то, что Amazon выделил несколько категорий, достаточно простых, которые позволяют вам, будучи не очень хорошо разбирающимся в технологиях хостинга сайтов, развертывания сайтов, обслуживания сайтов, все, что связано с инфраструктурной составляющей, там достаточно много вещей. Это могут быть и базы данных, это могут быть и кэширование, и сети, и прочее. То есть, то, что связано с дизайном, с разработкой сайта. Amazon сделал несколько простых сервисов, которые как раз позволяют начать работу сайта, с развертыванием сайта, достаточно быстро. Ну, например, вот такой сервис Amazon LightSale. По сути, это некий надстройщик над другими сервисами Amazon, который позволяет вам развернуть, например, уже готовую инфраструктуру в виде виртуальной машины с преднастроенной операционной системой, Linux, Windows, неважно, и уже с развернутым программным обеспечением для хостинга вашего сайта. Ну, будь то, например, на основе CMS какой-нибудь, там, WordPress, Joomla, Drupal или еще что-то. И это все делается через консоль. Есть сервис Amplify, он примерно похожий, только он заточен на одностраничные сайты, такие вот, которые сделаны на всяких передовых вещах, типа React, и для мобильных устройств очень удобно. Еще раз повторю то, что это, ну, практически, если человек разработчик, то он может натравить репозиторий, грубо говоря, и Amazon развернет ему сайт очень быстро. При этом здесь есть бесплатные, как сказать, бесплатные тарифы достаточно хорошие для того, чтобы протестировать, и платная тарификация достаточно с меняемыми ценами в зависимости от конфигурации. Еще буквально пару слов, значит, вы можете считать, что еще в Амазоне такого можно получить интересного. Значит, в Амазоне можно сделать, развернуть статический сайт с помощью блочного хранилища, то есть у вас есть просто хранилище, в котором лежат, грубо говоря, HTML-файлы, и его можно папишить в интернет. Помимо этого можно сделать еще, развернуть хранилище файлов, например, хранилище файлов тоже, которые посредством сервиса Amazon S3, но, например, чтобы не было большого трафика, можно задействовать встроенный протокол передачу данных с помощью BitTorrent. В этом случае этот трафик будет очень сильно экономиться. Что еще хотелось добавить? При, допустим, есть очень большое хранилище файлов, допустим, вы обвинетесь какими-то сканами документов, высокого качества и видеофайлами, огромное терабайтное хранилище, и вы опасаетесь за то, что будет большой расход. Есть опция, позволяющая сделать так, что оплату за загрузку файлов будет заправшимая сторона ввести. Тут аналогично, как раньше было в телефонной связи. Да, наверное, по поводу хостинга веб-сайтов здесь все. Я еще раз повторю то, что с точки зрения профессионального развертывания порталов, в Амазоне есть все, что можно в части развертывания, в части поддерживания. Все современные модерн, так скажем, модерн деплойм паттерны, все допустимые, включая, вы можете сделать BlueGlin Deployment, при котором вы будете при каждом деплое вашего приложения создавать новую инфраструктуру, на нее будете разворачивать новую версию приложения, тестировать, и если все окей, то менять трафик со старой инфраструктурой на новую. Это все можно делать фактически в автоматизированном режиме через Амазон, амазоновский сервис. Вот, наверное, пока по этому вопросу у меня все. Может быть, Денису что-то будет интересное. Хорошо. Еще раз переобьем у себя слово. Здесь, с точки зрения Microsoft и Azure технологий, здесь, конечно же, пас решения очень сильно сейчас набирают обороты. У Microsoft в этом плане закрываются оба направления по разработке веб-сайтов, которые сейчас существуют. Это REST-аповый блок, то есть полностью есть пас решения с базами данных, с веб-интерфейсами, с REST API. Также есть и микросервисы, когда мы наш веб-сайт разрабатываем на микросервисах в виде AppLogic, в виде неких аппликейшенов, тех же самых API и других элементах. И можем полностью пересоздавать и управлять ими при помощи технологии. В нашем случае это ресурсная группа, которую мы наполняем необходимыми ресурсами, после чего можем ресурсную группу экспортировать и заново повторять столько, сколько это мы хотим раз. Здесь, в принципе, Microsoft закрывает полностью все потребности. У него огромнейший список пас-сервисов для веб-сайтов в разрезе кэширования, FTP, инфраструктуры и другие параметры. Можно посмотреть это как на примере. Одну секундочку. Вот на примере есть простейшего пас-решения, где у нас есть среда разработки некая. Это может быть ASP.NET, Python, Node, PHP. Дальше у нас есть набор каких-то конструкторов. Конструкции уже приложений внутри описанных. Это могут быть всякие API, APP, Logic Apps, Web Apps, Mobile Apps. Могут быть свои встроенные системы, лод-балансировки, gateway, кэши всевозможные. Готовые уже решения из галереи можно накатывать к себе. Хранить репозиторию и управлять можно через IBM Microsoft Visual Studio, GitHub, пожалуйста, пользуйтесь. Все это расширяется через Azure Marketplace, где мы имеем огромный шипун всего этого. Здесь в целом Microsoft полностью при помощи своих пас-решений закрывает все необходимые потребности с точки зрения разработки и поддержки, и перенаправления трафика. За счет того, что есть те же самые кэшированные системы, можно сделать отказоустойчивое решение в виде вашего веб-сайта в нескольких регионах. И плюсом, если регионы, например, Нью-Йорк, Лондон, Япония, мы можем сделать, что каждый подключается к своему региону и не лезет по трафику на чужие регионы. То есть каждый пользователь будет пользоваться только тем трафиком, который будет ему ближе территориально. К сожалению, тут единственное, что можно сказать про Россию. В России, к сожалению, дата-центров Azure нет, так что регионы России отсутствуют. Дальше. Вопросы, если есть, пишите. Итак, следующий вопрос. Какие существуют наиболее популярные сценарии использования облака для бизнеса? Кто готов начать? Давайте, Александр, слушай. Хорошо, да. По поводу сценариев. На самом деле, каждая компания все-таки, это, можно сказать, уникальный кейс. Но в целом у Amazon достаточно большой портфель решений, решений разных задач. Мы прекрасно понимаем, что использование облака у всех по-разному. Кто-то в облаке находится полностью, кто-то в облаке находится частично, делегируя облаку какую-то функциональность. Кто-то строит так называемые гибридные сферы, когда можно часть размещать там, часть размещать там. Либо же вариант, когда облако используется как резервная площадка в случае определенного дизастера. В Amazon все для решения этих задач все, в принципе, существует. Например, говоря о инфраструктурных задачах, в Amazon есть решение для переноса вашей инфраструктуры, скажем, размещения инфраструктуры в виде там EAS сервисов, например, виртуальных машин EC2. Значит, наверное, здесь, наверное, более такой проблемный участок везде, когда мы начинаем сталкиваться с облаками, это переход в облако, потому что у нас какая-то есть инфраструктура, вот эти вот вещи с переносом данных, с миграциями, с несовместимостями, здесь много, может быть, нюансов. В Amazon есть, значит, несколько решений, которые Amazon сделал. Миграция, например, возможность импорта и экспорта виртуальных машин из вашей локальной среды, с вашей среды виртуализации, переноса уже в облако Amazon, причем можно и обратно сделать. Соответственно, есть возможность переноса больших данных, когда я речу о петабайтах. У Amazon есть специальное устройство физическое, которое можно получить, называется Snowball Edge. Устройство, оно может быть как большая дискета, но и при этом как дискета еще с вычислительным. Что еще можем делать? Ну, естественно, можем хранить данные, архивные данные. В Amazon есть архивное хранилище, ну, это, я думаю, понятно. Что еще? Например, часто компания сталкивается с какими-то прогрессивными решениями, которые нужно попробовать. Сейчас, мы, как знаем, идет так называемая цифровая революция, цифровая трансформация, и компания хочет, например, попробовать машинное обучение или еще какие-то сервисы прогрессивные. Но нет, допустим, экспертизы для того, чтобы это развернуть, нет инфраструктуры для этого, ну и, собственно, нет понимания, нужно ли в это вкладывать деньги сейчас. И вот Amazon предлагает, например, решение по работе с большими данными с аналитикой. Пожалуйста, можно эти сервисы использовать, тестировать и работать с ними с оплатой по мере использования. То же самое касается и разработки. И, несмотря на то, что у вас инфраструктура локальная, вы можете ввести разработку, хранить ваш код в облаке Amazon, настроить все DevOps-процессы, все очень хорошо работает. Причем средства для разработчиков, они никак не привязаны к, точнее, они не сильно привязаны к Amazon. Вы можете в Amazon ввести разработку, но Deploy, DevOps, весь привязывать к вашей инфраструктуре. Будь то это облако Microsoft или ваше локальное on-premise среда. Вот, наверное, по этому вопросу, наверное, у меня все. Может быть, дети что-то задают. Здесь, конечно же, Azure довольно хорошо с бизнесовыми решениями работает. Это все-таки его основная часть. Так получилось исторически, что Microsoft занимает довольно сильные лидирующие позиции с точки зрения бизнеса, именно и бизнесового использования. Здесь, конечно же, можем рассматривать пас решений от Microsoft. Это те же самые SharePoint, OneDrive, очень сильно развиты, позволяющие нам легко синхронизировать данные между источниками, хранить архивы. Те же самые MS Teams тоже может быть пас решением. То есть мы еще пока до SaaS не дошли наших вопросов. Так что здесь Microsoft, конечно, себя позиционирует с точки зрения именно бизнес-конструкции. Но здесь мы понимаем, что Microsoft не отстает от всего мира. Это, конечно же, в нашем случае это Machine Learning, искусственный интеллект, нейронные сети. И довольно хорошие позиции он здесь тоже занимает. Microsoft предоставляет все полные эти функционалы и курсы по этим всем направлениям. Единственное, что, конечно же, курсы ознакомительные, так как мы понимаем, что Machine Learning и искусственный интеллект – это больше все-таки математика и статистика, чем, собственно говоря, само решение. Но здесь Microsoft предоставляет именно вычислительные мощности. Естественно, конечно же, преимущество здесь бизнесовое, что плати за то, что ты используешь. То есть, собственно говоря, поиспользовал, оплатил. И, естественно, что бизнесовое очень сильно развито с точки зрения, конечно же, разработки, что позволяет легко получить доступ до любого количества ресурсов и, собственно говоря, их использовать по мере необходимости. Что, естественно, в обычных условиях, в обычной инфраструктуре, которая у нас есть on-premise, не всегда это возможно. Даже, скажем так, точнее в российских реалиях это практически невозможно. В этом плане как практик и уже довольно большой, могу сказать, что в большинстве компаний ресурсов, на которых мы можем развивать разработку, увы, нет. Здесь, конечно же, самый интересный продукт у Microsoft, это с точки зрения разработки, это Azure DevOps, которая появилась вместо TF Team Foundation продукта, либо TFS Team Foundation сервиса Microsoft, это Azure DevOps, которая полностью закрывает все необходимые вопросы по разработке приложений. Там есть и пайплайны, там есть в этом случае, конечно же, и артефакты, и бэклоги, и юзер-стори. Все полностью фиксируется, интегрируется с EDE Visual Studio, либо Visual Codes, которые сейчас есть у Microsoft, тоже бесплатный продукт. Ну и Microsoft старается в этом плане сделать достаточно большие усилия в сторону как раз бизнеса и использования своего продукта с точки зрения именно обучения. Огромнейший пул обучения сейчас Microsoft перевел на Microsoft Learning, где можно ознакомиться с базами и вещами абсолютно бесплатно. Ну и естественно, что если требуется больше знаний и уже более серьезные знания, это, конечно же, идет уже на курсы к тренерам, которые обладают неким набором практических знаний и лучших практик для использования уже этих технологий в инфраструктуре. Но базовые понимания, в принципе, можно найти в Microsoft, и в Microsoft очень много усилий с точки зрения маркетинговых для бизнеса в этом плане творения. Спасибо большое, Денис. Я предлагаю вам начать отвечать на следующий вопрос. Чтобы не готовиться вот сходу, расскажите про готовые SaaS-сценарии для бизнеса. Давайте я возьму в этом плане слово, раз уж я заканчивал. Здесь, конечно же, SaaS-решение от Microsoft – это Microsoft 365 от Azure. По факту, это действительно Azure, просто нам предоставляется более удобный интерфейс работы, то есть отдельное портальное решение, где мы можем управлять. Является сейчас передовым продуктом Microsoft, который, естественно, конкурентов практически не имеет, точнее, они есть, но их, скажем так, не настолько они сильно развитые, как у Microsoft. Преимущество, конечно же, Microsoft-ского решения – это интеграция всех продуктов между собой. То есть у нас там есть и автоматизация, и система доставки уведомлений, и система почтовая доставка, то есть MS Teams, Exchange, хранение документов библиотек, это в нашем случае будет SharePoint Online, OneDrive, предоставление объемов, необходимых для хранения, например, 1 терабайт данных, предоставляется для корпоративных клиентов, либо там для пользователей, которые не интерпрайзовые, а бизнесовые. Плюс это могут быть учебные заведения в виде школ, университетов, которым тоже будет предоставляться определенный объем функционала. И в этом случае, конечно же, SaaS решение имеет свои объемные, гораздо большие по безопасности, то есть предоставление доступа для документов, для копирования этих, например, печати и так далее. Здесь, конечно же, продуктом, который сейчас набирает оборудование, это Microsoft MS Teams, являющийся по факту сейчас ядром всей полностью платформы Microsoft 365, через который должно происходить максимальный объем общения и, собственно говоря, взаимодействие сотрудников. Крупные компании сейчас тоже переходят на MS Teams в сторону как раз ухода от почты, то есть в этом плане процесс ухода от почты где-то начался года 2-3, и это как раз ко мне приезжала на обучение компания Сибур Тобольск, они уже искали решение, которое может полностью быть в их компании, это использование почты. Они рассматривали MS Teams как один из таких продуктов, но смотрели в сторону все-таки импортозамещения чего-нибудь, но, к сожалению, аналогов импортозамещения MS Teams я не знаю. И MS Teams в том плане имеет громаднейшие плюсы, он интегрируется со всеми бизнес-решениями, одна из таких платформ Microsoft, которая сейчас является очень важной, и Microsoft в нее, собственно говоря, старается пиарить по максимуму. Это Power Platform, если слышали, ставите плюсики в чате, не слышали, чуть-чуть дополнительно расскажу потом, если будет возможность такая, в которой мы включаем сейчас 4 основных продукта SaaS-решения. Это, конечно же, Power Automate, это в нашем случае Power Apps, Power BI и Power Bot, то есть 4 решения, которые полностью закрывают разработку любого бизнес-приложения. И заточена эта система таким образом, что ее может разрабатывать даже не программист, а простейший Power User. Power User этого обучить не так долго, то есть пара-тройку курсов, немножко практики, и он уже может создавать свои небольшие приложения к существующей инфраструктуре, собирать свои быстрые опросы, взаимодействия и другие конструкции, которые можно применять. Здесь, я думаю, что все. Александр, добавь что-нибудь от себя, от Амазона. Что касается решения сценариев для бизнеса, конечно же, в Амазоне, помимо основных сервисов EAS и PAS, которые мы все знаем и часто используем, также уделяется особое внимание и сервисам для решения корпоративных задач, так называемых бизнес-приложений, которые нужны для, скажем, интерпрайз-заказчиков. И прежде всего здесь у Амазона есть очень хорошее решение, о нем, кстати, Денис, конечно, уже говорил. Это решение Workspace, это полноценное видео-решение, которое было сделано достаточно давно, предоставляет возможность реализовать удаленную работу, удаленный рабочий стол. Причем это не просто удаленный рабочий стол, а управляемый рабочий стол. Администратор может определить перечень программного обеспечения, какое будет создано на рабочем столе, какая мощность будет этого рабочего стола, включая КПУ, рамы и прочие, диски и так далее. Очень удобно в плане администрирования, в плане тарификации, то, что плат идет за время запущенной виртуальной машины, а не за время созданной. Также здесь очень хорошо добавлены сервисы корпоративные, такие как Workmail, это сервис для корпоративной почты. Он построен, насколько я знаю, под аналог Exchange. Может быть, не Exchange, просто где-то это упоминалось в недрах документации. Сервис для корпоративного обмена документов WorkDocs. Помимо этого, Amazon еще сделала свои решения для контакт-центра AWS Connect. AWS Chime – это сервис для видеоконференц-связи. Ну, наверное, аналог, может быть, секундный митинг в реализации Amazon. Также мы все знаем, что Amazon делает такую штуку, как Amazon Alexa. Он очень достаточно сильно продвинулся в системах голосовой аналитики, синтеза речи, распространения живого языка, анализа этого всего. И сделал несколько таких полуфреймворков, но достаточно простых, для того, чтобы компании могли эти решения внедрять в свой функционер каких-то своих информационных систем. И это называется как Alexa for Business. Ну, что еще добавить? Значит, ну, любая корпорация, любая компания, у нее есть какая-то вот служба-каталога, ну, скорее всего, Active Directory. Да, и, соответственно, Amazon тоже сделал для этого много решений, для интеграции с Active Directory, с локальным, с on-premise. Помимо этого, есть стороннее решение построения доменной схемы внутри Амазона. Ну, на базе Open Source это под капотом будет Samba, но в целом это достаточно приемлемая схема. Помимо этого, есть очень хорошая интеграция с другими identity провайдерами, там, не знаю, Google, Microsoft, Facebook. Очень много для этого сервисов сделано, для того, чтобы, ну, и мобильные приложения можно было использовать, идентификацию, и веб-сервисы. Да. Ну, вот что я еще хотел добавить, то, что Денис говорил по поводу преимуществ Microsoft в части Serviceless. Значит, в Амазоне достаточно много Serviceless решений, причем они достаточно давно появились. Та же самая лямбда позволяет запускать код без каких-либо, какого-либо хостинга приложений, тарифицируясь только за время. Причем фишка лямбда в том, что вы можете построить полноценный API, полноценный веб-апи, то есть REST API, совместив лямбду с другим сервисом API-GTV, вы можете сделать API-интерфейс для вашего приложения, причем он будет высокодоступный, максимально надежный. Что еще хотелось добавить? Да, действительно. Продолжаем. Это у нас у кого-то из зрителей помехи. Значит, вот то, что у Microsoft действительно много сервисов, интересных для так называемого программирования беспрограммирования, идет такая вот тенденция, чтобы люди из бизнеса могли делать какие-то логические приложения, простые. Это здорово, у Amazon тоже есть решения для построения различных флоу. Они есть, они работают. Просто я хотел на чем сделать акцент, то что в отличие от Microsoft в Amazon это все в одном интерфейсе. Вам не нужно оформлять подписку на Office, на Azure. Здесь у вас все в одном интерфейсе, все сидит здесь. Не нужно будет процесс интеграции, взаимодействия этих сервисов. Более просто. Коллеги уже не инвестируют. Так, ну я напоминаю, что у нас времени достаточно ограничено. Илья, буду ограничивать ответы по времени. Уважаемые зрители, посмотрите, пожалуйста, у кого, чтобы у всех были выключены микрофоны, потому что мы слышим, что у вас там происходит. И, коллеги, что можем мы перейти к следующему вопросу? Секундочку, я сейчас добавлю немножко информацию. Здесь то, что про Алексу добавил Александр информации. К сожалению, здесь Microsoft для России пока поблажек никаких не делает. Здесь мы помним, что у Microsoft уже давным-давно существует помощник, это называемая Cortana, которая, к сожалению, до сих пор русский язык не понимает. И в этом плане как раз с решением Microsoft довольно сильно для российского использования теряют в производительности и возможностях. Это то же самое Power BI, например, с нативными запросами, которые довольно сильно в нем, в аналитике. На английском языке и с английской моделью данных они работают безупречно. К сожалению, с русским вариантом не работают практически совсем. Так что здесь есть у Azure куда еще расти. Запросы на то, что существуют давно, но, к сожалению, до сих пор Microsoft в сторону именно российского элемента не идет русского распознавания и речи. Можно дальше. Отлично. Итак, спасибо за ваши объемные ответы, но я предлагаю немного ускориться. Насколько облако надежно для хранения данных? Вот очень интересный вопрос. Александр, Дерей. Бразды правления. Да, коллеги, давайте попробуем быстро ответить, так как нам уже нужно ускоряться, тем более еще вопросы в чате появляются. Значит, что касается надежности облака, облако надежно, можно сразу так сказать. Значит, как я уже говорил изначально, что изначальная архитектура дата-центра сделана именно платформой Amazon сделана таким образом, что она избыточна, она высокодоступна и в одном регионе обычно находится несколько зон доступности. Ну, допустим, скорее всего, три. Значит, при выходе строя одной зоны доступности дата-центр, сервисы продолжают работать. И даже в случае, если ваша инфраструктура развернута в одной зоне доступности, Amazon предоставляет все возможности для того, чтобы можно было данные восстановить в случае ЧП с основным дата-центром, развернуть в другом. Это очень важно. Ну и, соответственно, что хотелось добавить, то, что вот на сервис Amazon S3, это такой флагманский сервис, сохранилище, Amazon по нему обеспечивает надежность. Надежность, не путать, прошу не путать с доступностью, 11 девяток, а доступность 2 девятки считается достаточно очень надежный сервис. Ну и второй момент, что хотелось добавить по поводу надежности, то, что многое зависит от того, какие у вас требования к надежности, потому что заказчики могут дополнительно принять различные меры для повышения надежности, отказоустойчивости вашего решения, зарезервировать данные в другом регионе, сделать резервный копир, и прочее. То есть в базовом варианте Amazon очень надежный, но и вы можете эту надежность повысить с помощью дополнительных средств. Вот мой ответ такой. Здесь по Azure примерно то же самое абсолютно. То есть у нас есть выбор решения, которые для хранения вы можете выбирать. Опять же у нас опять два варианта, точнее три варианта. Это EAS по ASAS. В зависимости от этого варианта работы с сервисом, вы отвечаете частично можете за безопасность данных, либо отвечаете, либо отвечает уже сам, собственно говоря, провайдер. В нашем случае, если мы говорим о ASAS решения, это здесь уже на стороне провайдера. Ну и плюс вы сами можете дополнительно архивацию настраивать, бэкопирование при необходимости. Если мы говорим про PAS решения и EAS решения, то здесь резервацию вы выбираете сами, в зависимости от того, который вам необходим уровень. То есть, например, если вы хотите сделать между двумя регионами либо в рамках одного региона, но нескольких дата-центров, пожалуйста, при выборе PAS решения и EAS решения, вы выбираете, как данные будут у вас храниться. Также система имеет встроенный, обязательный, в нашем случае это Active Directory Azure. Он всегда есть, то есть, как только вы Azure берете, вам предоставляется Basic Active Directory Azure, где у вас есть аутификация каждого пользователя при логине и пароле. Соответственно, на R-баке Role-Based Access Control вы полностью управляете, кто будет иметь доступ, какие условия доступа будут предоставляться. Также у нас есть для надежности и доступности этих данных, это, конечно же, Firewall, IP и так далее. То есть, полностью там, по няжу, полностью закрывает все необходимые действия. Но, опять же, все зависит также от ваших политик. Политики никто не запрещал. Полностью надеяться на провайдера можно, но в некоторых случаях это будет бесполезно. Особенно, если нам, например, нужно 4 версии документа. У нас пас решения, которая синхронизацию делает только текущие версии. А если у нас, например, SaaS решение в виде широпоинта, сделано на библиотеке, и там мы там включили, например, 50 версий документа храним, то, естественно, система будет хранить все 50 версий. То есть, идем все равно от вашей политики, которая у вас есть по надежности и хранению данных. Можно дальше двигаться. Следующий вопрос. Какие есть инструменты в облаке для разработчиков? Здесь по Azure я уже отвечал. Могу немножко продемонстрировать именно инфраструктуру, которую предоставляет нам Microsoft. Сейчас продемонстрию немножко презентацию опять же. Вот в нашем случае Microsoft предоставляет Azure DevOps. Этот продукт достаточно уже не новый у Microsoft. Он в себя включает достаточно хорошие действия, которые у нас есть. Это, конечно же, всевозможные отчеты, доски по разработкам. То есть, здесь все рабочие элементы, бэклоги, спринты, очереди, репозитории, пайплайны, тесты, артефакты. То есть, здесь полностью все жизненный цикл разработки можно вести. Никаких сложностей здесь особо нет. Преимущество этого решения, это, конечно же, и его стоимость. То есть, попробовать для бизнеса, либо для частного, можно абсолютно бесплатно. То есть, здесь бесплатное использование Azure DevOps до пяти пользователей. Выше пяти пользователей вы уже будете платить за дополнительных пользователей. А так, например, если у вас есть отдел разработки, который ведет свою разработку, там, 3-4 человека, то можно Azure DevOps воспользоваться абсолютно бесплатно. Ничего там для того вам не потребуется. Только единственная аудификация, авторизация и настройка. Здесь, в принципе, довольно неплохой продукт у Microsoft. Опять же, это наследник TFS, который до сих пор существует. Team Foundation Server 2019, он есть. В этом случае он интегрируется полностью с Azure DevOps. Также у нас, на нашем случае, для развертывания инфраструктур, это System Center Virtual Machine Manager, он интегрируется также полностью с облачными продуктами Microsoft Azure и позволяет легко создавать необходимые шаблоны развертывания сервиса, как непосредственно на у вас площадке, так и в облако, и перемещать, например, EOS решения очень легко. Здесь также есть еще и вариант использовать тот же самый Azure Stack, который есть для разработки, если требуется, чтобы мы какие-то ресурсы размещали, Azure пас решения у нас на территории, то есть не на облачных технологиях Microsoft, а непосредственно здесь. Ну, там всякие бывают нюансы. Ну, естественно, нужно понимать, что Azure Stack – это не полноценный Azure. Все-таки там есть определенные свои нюансы, эксплуатация, определенные свои сервисы. То есть полностью заменить Azure он, естественно, не может. Александр, прошу вернуть презентацию. Да, коллеги, я хочу добавить, что касается решений для разработчиков, ну, в основном это DevOps, сейчас у нас идет речь про DevOps, про автоматизацию, про автоматизацию процессов, циклов разработки, построение конвейеров, автоматизация. Значит, у Amazon все это есть. Есть, я могу просто кратко перечислить некоторые сервисы, чтобы вы знали, что есть коды commit для хостинга ваших репозиторий, коды build для сборки, для тестирования, коды deploy для уже для развертывания приложений. Значит, коды артефакт есть, где можно принять артефакты разных пакеджей, там, нугеты и прочие, ну, системы пакеджей, в зависимости от той среды, которую вы используете. Есть также интересная штука для тех, кто занимается мобильной разработкой, DevOps Farm, это решение, позволяющее тестировать ваше мобильное приложение на множестве разных версий и моделей и мобильных устройств, там, iOS, Android, неважно. Что еще важно? Мы понимаем, что разработка, она сама по себе, в отрыве она не так интересна, важно, что вот сам цикл разработки, автоматизации, чтобы можно было ему привязать к каким-то другим действиям, связанным с тестированием, с развертыванием, с управлением, потому что у нас где обычно слабое место? Это инфраструктурная составляющая, потому что разработчики узнали о новых технологиях, микросервисе, контейнеры, начинают пытаться это использовать быстренько, но инфраструктура за этим не успевает, не может развернуть локально Kubernetes-кластер, не может Elasticsearch настроить, или это возникает в некоторой сложности. В Амазоне очень хорошая и тесная, и логичная интеграция с сервисами DevOps и сервисами инфраструктурной составляющей. То есть, если вам нужно где-то хостить ваш рантайм, есть, допустим, ну, виртуальная машина не подходит по тем или иным причинам, либо вы работаете с микросервисами, можете использовать решение по контейнеризации, это либо, условно, можете просто докер запускать, можете использовать оркестраторы типа Kubernetes, на базе Managed Kubernetes в AWS. Если вы хотите идти в сторону передовых решений, можете использовать бессервисные вытеснения, Lambda, Function и прочее, API Gateway. Есть решения для построения чередей, кэшей. То есть, все те решения, которые в OnePrem, они даются достаточно тяжело, здесь доступно. И о чем я хотел сказать, то, что людям, которые сосредоточены на разработке, появляется очень простой инструмент по работе с инфраструктурой. Они уже не будут ждать, когда им подготовят ту или иную инфраструктуру, виртуальную машину или там создадут кластер какой-то или еще что-то. Они это будут делать самостоятельно и тем самым перейти к модели так называемой инфраструктуры, как код, когда разработчик уже на уровне, на уровне, грубо говоря, на уровне конфигурации определяет требования к инфраструктуре. И, соответственно, инфраструктура разворачивается быстрее, релиз приложения происходит быстрее, ну и, соответственно, time to market, и здесь явные профили уже для бизнеса получаются. Вот, собственно, что я хотел сказать. Ну и, естественно, добавить, что еще остается, что изначально, ну, скажем, основное облако, это все-таки для разработчиков было Amazon, и, наверное, остается. Многие разработчики очень любят Amazon из-за того, что очень хорошие API по интеграции. Значит, Amazon поддерживает много SDK, все популярные среды разработки Python, C-Sharp, Java, все это есть с любым сервисом, который есть, вплоть до, там, не знаю, искусственного интеллекта, например, AWS Recognition, можно работать из консоли, можно работать через даже Курл, можно все, что угодно, и очень достаточно понятно. Мне кажется, что для разработчиков это очень, ну, очень хорошее подспорье в отношении локальной инфраструктуры, которая, допустим, не сильно прогрессивна и не очень развита. Вот, наверное, поэтому у меня все. Хорошо, спасибо большое. Итак, у нас остается пара последних вопросов. Есть ли сервера в России и что с законом о персональных данных? Здесь я уже, как с точки зрения Эжа, говорил, к сожалению, в России серверов нету. Какой-то информации о том, планирует Microsoft разворачивать сервера в России или нет в ближайшее время, к сожалению, тоже ее не существует. То есть, нет таких подтверждений в этом плане от Microsoft. Но в текущей ситуации, конечно же, с коронавирусом, который связан и с санкциями, которые у нас есть, есть определенные проблемы. Боясь, собственно говоря, российских, просто российских компаний размечать свои ресурсы в облаке. Ну и касающиеся персональных данных, здесь все-таки нужно смотреть от вас внутри, что у вас внутри такое персональные данные, что вы собираетесь хранить в облаке. Опять же, по закону там прописано, что первичная обработка и хранение должна произвести на вашей территории. Вторичная обработка и что вы с ними будете делать, это уже никого не интересует. То есть, здесь, например, один из таких примеров, это LinkedIn, который у нас есть, сервис, который в России запрещен, он запрещен только потому, что его нету в России, этого сервера. Однако тот же самый Facebook прекрасно функционирует, разместив свои сервера где-то в России. Здесь то же самое с персональными данными. Если у вас на территории, на ваших серверах хранятся данные по персональным данным, а уже какие-то аналитические вещи либо дополнительные вы ведете уже в облаке, я думаю, здесь не будет никаких особых проблем. Главное, чтобы вы обеспечили эти данные определенную безопасность, чтобы все, кто хотят, не могли получить до нее доступ. Но в этом плане Microsoft достаточно много делает всевозможных усилий для того, чтобы эти персональные данные были защищены. Это там и мультифакторная аудификация, и REST-тапи всевозможные, и Microsoft Graph в этом плане граф применяется, и так далее. В этом плане множество и для разработки, и для аудификации существует разных сервисов. Но опять же, еще раз, пока по серверам в России Azure ничего не говорит. Тут мы просто сидим и ждем, когда это возможно появится, чтобы упростить уже взаимодействие и легче размещать данные в облаке Microsoft. Amazon я не знаю как. Александр? Да. Значит, что касается дата-центров, я тоже такой информацией не владею, и позволю себе порассуждать на эту тему. Я думаю, что все-таки здесь многие моменты упираются в политико-экономическую ситуацию, которая сейчас складывается. Ну, не сейчас, а уже достаточно давно складывается. И мне лично кажется, что рынок России и СНГ достаточно интересный для западных компаний, и для Microsoft, и для Amazon, в том числе. то есть наверняка они бы с удовольствием здесь построили дата-центр, и деньги у них на это есть, инвестиции есть, это, наверное, вопрос больше в другой сфере лежит, не в сфере нашей дискуссии. Кстати, у Amazon сейчас еще строятся разные дата-центры, я смотрел недавно, правда, в других регионах, где-то в Африке еще, то, что Amazon развивается очень активно, и деньги на развитие у них есть. Так, значит, то, что касается второго вопроса, ну, или, наверное, более важный, судя по тому, что в чате фигурирует, касательно персональных данных, здесь вот я бы этот вопрос разбил на две составляющие, это вот техническая часть, это вот то, что, собственно, какие средства, технологические средства для обеспечения, соблюдения вот этого закона, ну, закон, скорее всего, мы имеем в виду ФЗ-152 о персональных данных, и юридическая составляющая, это то, что вот внутри компании, какие акты, нормативные документы регулируют эту деятельность. Здесь очень много нюансов, но хотелось вот что сказать, то, что если вы размещаете виртуальную машину в России, это не означает то, что вы на 100% выполняете этот закон, вот тут можно вот этого отталкиваться, поэтому, да, безусловно, трансграничная передача данных существует, и причем это понятие есть в этом законе, кстати, вот, но все-таки нужно начинать с того, что изучать с юридической стороны, что у вас являются персональными данными, с какими заказчиками вы работаете, как вы работаете, потому что, может быть, если вы компания B2B, и, собственно, у вас нету персональных данных вообще, а вашими персональными данными может являться только, например, ваши сотрудники, их условно-трудовые договора, их какие-то личные данные, которые можно, допустим, обеспечить их защиту локальными средствами, необязательно иметь автоматизированную информационную систему для этого. Закон предполагает, что может быть и без средств автоматизации. То есть, важно изучить, что у вас в вашем конкретном случае есть. Уверен, что есть решение, как можно найти. Ну, самые, конечно, такие, наиболее очевидные, это то, что данные можно обезличить. Ну, я думаю, об этом уже, наверное, все знают. Это, наверное, больше подходит для различных аналитиков, для тех, кто занимается дата-сайентистов, когда, собственно, данные, условно говоря, не нужны вам имена, фамилии, паспорта, а просто загружаете какие-то идишники, и система работает с этим. Здесь нет никакого нарушения, построение гибридов, ну, тоже, да, но все-таки вот я еще раз подчеркну, то, что нужно начать с юридической части, и все у вас будет в плане, потому что есть там категории уязвимости, разные там, если не ошибаюсь, там четыре вида угроз, поэтому по уровню классификации угроз вы должны определять, какие технические средства нужно обеспечить для того, чтобы соответствовать вашему, ну, соответствовать выполнению этого закона. Очень важно, нужно начать именно с этого, потому что то, что вы храните данные в России, ну, не означает то, что вы законно этот выполняете на сто процентов. я в этом уверен, и те, кто сомневается, может проконсультироваться с юристами, кто вот работает в этой сфере. Это вот мой совет, и лучше с этого начать. Наверное, у меня по этому вопросу все. Отдвигаемся дальше. Какую долю рынка занимает Эра, какая Амазон? Здесь нужно понимать, что вообще в мире сейчас, конечно же, нет такого четкого разделения, что компания живет только на одном ресурсе либо на другом. То есть для США, Европы, мира абсолютно сейчас нормально использовать все возможные облачные решения. То есть основная задача сейчас бизнеса, которая есть, это, конечно же, минимизация расходов на облачные вычисления. Поэтому многие компании, например, я знаю, американские компании, они прекрасно используют сразу же и Амазон, и Эжа. И каждый закрывает свою нишу. Благо, эти все продукты за счет REST API интегрируются без вопросов. То есть для REST API это сейчас у нас является универсальным средством, универсальное средство передачи информации, которое мы по факту передаем по 443-му порту или по 80-му порту необходимые нам данные, которые можно запросить с любого продукта, неважно, где он размещен. Поэтому сейчас разработки в разрезе REST API, они в принципе универсальны, где бы вы ни находились. В России же в этом плане надо смотреть от точки компетенции IT-специалистов. К сожалению, могу заметить, что большинство IT-специалистов в России по какой-то причине нет сильно квалифицированы с точки зрения облаков. И вот как я уже занимаюсь тренерством, можно сказать, более пяти лет в общей сложности, когда пока работал в интеграторе, также в рамках проектов были и обучения, которые я проводил в рамках проекта. До сих пор сталкиваюсь с тем, что IT-специалисты в принципе российские не сильно развиты как в облачных технологиях, так и вообще в технологиях IT. Здесь как бы общая проблема в России это не использование какого-то облачного решения, а не понимание специалистов, что это, зачем это и собственно говоря приводящее к вышестоящим вопросам, которые у нас возникают. Поэтому здесь какой-то доли рынка как таковой за рубежом не существует. В России же здесь облака пока только развиваются и я думаю, что в целом и Амазон и Эжа занимают одинаковые ниши. Но здесь Эжа сильно занимает ниши, касающиеся офиса и Майкрософта 365. Также набирает обороты ПАС, ИСАС решения, ИСАС решения для разработки. По Амазон, ну я думаю, сейчас Александр подскажет сейчас. Да, коллеги, ну наверное вопрос больше такой маркетинговый тем, кто занимается ресерчем. Ну вот когда я смотрел недавно, значит, по глобальному рынку, насколько я знаю, что Амазон примерно 32% контролирует облачного мирового рынка. Это достаточно много. Насколько я знаю, Майкрософт порядка 19, что тоже очень много, ну это на весь мир. И еще хотел добавить одну ремарку, то что когда мы видим Майкрософт, это не значит, что это Азюр. Это значит все сервисы Майкрософта, это операционные системы, и там офисы, и прочее, прочее. И облако у них получается, это М365 и Азюр. Это, ну, как бы две части. И есть такое мнение, то что основная выручка все-таки идет по сервисам офисным, а не по Азюрным. По Азюрным. Это тоже нужно учитывать привод к тем, кто хочет смотреть на долю рынка. Да, и мне кажется, что в России вот эти вот истории с западными провайдерами, они достаточно востребованы, ими пользуются. Причем, ну, интересно то, что не было такой сильной пропаганды, ну, по крайней мере, со стороны Амазона, как бы, так сказать, ну, не из каждого утяга про это говорили, но Амазоном достаточно пользуются многие, он именно как-то зарекомендовал себе как вот, так скажем, проверенное облако, проверенное решение, и вот, собственно, и мой первый опыт, когда я вот в 2016 году начал, скажем, знакомство, та компания стартап и, собственно, начала работать с Амазоном, потому что на тот момент с Азюром мы как-то вот не смогли, там, Азюр еще использовал классический вот этот портал, классический ресурс-менеджер, там все было немножко по-другому, все, и портал даже был другой, там немножко было очень не так, как сейчас, да, ну, что добавить, действительно, сейчас идет вся тенденция в России и в Западе, это мультиклаудная стратегия, то, что компания имеет несколько клаудных поставщиков, и вот, как сейчас я вижу вопрос, опять, а то, что можно ли использовать, да, можно, но тут вы должны сами думать, как вы обеспечите этот вот провиженинг между облаками, потому что у каждого облака есть свои специфики, там, у Google Cloud, у Amazon и Azure свои есть особенности, вот, вы можете, например, использовать Terraform, Terraform позволяет, ну, управлять инфраструктурой, наверняка, многие с этим сталкивались, то, что в Terraform можно, например, указать, там есть понятие провайдер, допустим, провайдер, Microsoft провайдер, AWS, и вот работать уже непосредственно с ресурсами каждого из этих провайдеров, да, ну, собственно, вот это вот, наверное, основное то, что я хотел сказать по вот этой части вопросов. Коллеги, итак, у нас заканчивается время, я предлагаю сделать следующее, мы сейчас перейдем к викторине, и пока наши участники, слушатели участвуют в викторине, вы выберете несколько вопросов из чата, на которые вы ответите, и мы наградим этих людей, потому что они задали самое интересное, интересные вопросы. Итак, уважаемые слушатели, сейчас в чате у вас будет ссылка на викторину, и также есть QR-код на экране, и вы можете отсканировать, и вам дается 2 минуты, чтобы ответить. В викторина на время, вопросов немного, они все по той теме, которые мы сегодня с вами обсуждали, а в это время наши уважаемые эксперты выбирают самый интересный вопрос, на который они ответят сейчас, пожалуйста, по одному вопросу. только прошу вас, уважаемые участники, кто отвечает на викторину, укажите электронный адрес, который вы использовали при регистрации на батл, чтобы мы смогли вас найти и поощрить. И так, пока участники наши отвечают на вопросы викторины, а эксперты выбирают лучший вопрос, я вам расскажу пару слов о наших курсах по облачным решениям. И первый курс – это инфраструктурные и платформенные сервисы АВС. На этом курсе вы получаете знания и навыки проектирования архитектуры АВС, необходимые для построения эффективных IT-решений. Этот курс охватывает разработку безопасности, решений для платформы, данных проектирования, развертывания, миграции и интеграции. Если вас данный курс заинтересовал, также в чате чуть позже будет ссылка на него, либо можно найти его по коду АВС на нашем сайте. И следующий курс, про который я хочу вам рассказать, это администратор Microsoft Azure. И на этом курсе вы научитесь управлять подписками Azure, создавать и изучить механизмы масштабирования виртуальных машин, получите навыки внедрения решений для хранения данных и настройки виртуальных сетей, а также создание резервных копий и совместного использования данных, подключение к Azure и локальных сайтов, управление сетевым трафиком, внедрение Azure Active Directory и многому другому. Ссылки на эти курсы сейчас есть в чате, можете по ним пройти и ознакомиться более подробно. Итак, давайте посмотрим. Наверное, уже пора у нас. Скажите, уважаемые эксперты, смогли вы определиться с вопросом? Получилось выбрать более приглашенную? Хорошо, выбираем. Еще выбираете. Ага. А Денис тоже выбираете или уже есть? Я и сказал, что как раз Денис. А, это Денис сказал. Ага. Александр? Сейчас мы посмотрим буквально вот еще пару секунд. Еще минутку, отлично. За временем у нас следит модератор. Он закроет, когда пройдет 2 минуты, возможность ответа на викторину. Итак, после ответов на эти вопросы, мы с вами уже, так скажем, поучаствуем в финальном голосовании. Сможем определить, да, кто сегодня победил, АВС или Айджер, или их совместное использование. Ну что, как у нас с вопросами у коллеги? Наверное, сегодня вопросов было много. Я хочу поблагодарить всех, кто написал. К сожалению, время у нас ограничено, и мы вынуждены, как немного в урезанном формате, провести ответы на вопросы. Но мы обязательно поощрим в тех, кто задал самые лучшие. Итак, Александр готов уже, наверное? Да, ну, наверное, есть один хороший вопрос. В принципе, все вопросы отличные. В целом, значит, то, что я сейчас заметил, вопрос, насколько легко, трудно интегрировать решения, работающие на основе Amazon EKS, с решениями, работающие на основе Azure EKS. Не знаю, мне этот вопрос понравился. Может быть, вот, Денис, как ты думаешь? Да, этот вопрос тоже хороший. Но я бы еще один вопрос заметил. Это существует ли процесс быстрого выхода из облачных провайдеров? Тоже довольно хороший вопрос, так как он довольно интересный. Здесь я бы сказал, что этот вопрос должен быть, по идее, двух вариантов, потому что здесь первый быстрый заход в облако и быстрый выход из облака. Здесь я почему акцентирую внимание на быстром заходе, потому что смотрите, ситуация какая она. Например, наша задача быстро мегрировать, например, 50 виртуальных машин, общий объем, который там будет, например, 5 терабайт или 10 терабайт, неважно, в облако. Если мы берем обычный интернет, канал, который у нас 100 мегабитный, то мы там 5 терабайт будем передавать, устанем сколько. В этом плане, Эжа предоставляет, собственно говоря, выездную СХД, которая к вам приедет по почте, это тот же самый DHL. Вы в этом плане туда зальете все необходимые по быстрому каналу вам информацию, отправите также DHL, и в течение суток эта вся информация в облаке появится. А вот уже быстрый выход. Здесь, конечно же, нужно обеспечить синхронные данные, если у вас стоит задача, уйти из облака. Перенос данных на вашу площадку и копирование. Ну и, естественно, что прям быстрого-быстрого выхода, к сожалению, конечно же, нет. Есть быстрое удаление. Это, конечно, есть. Удалить данные. А переехать обратно, это, опять же, идет от объемов, от вашей скорости провайдера, интернета, который у вас есть. Так что здесь мы, естественно, на данный момент времени ограничены и, собственно говоря, скоростью интернета. То есть если интернет у нас медленный, то и получим проблемы. Так что тут идем от этого, да. И вот то, что как раз, Александр, вот два вопроса я бы действительно здесь показал, как интересные. Там был вопрос большой, объемный по как раз именно внедрению в малом и среднем бизнесе, но это больше как вопрос, скажем так, консультационный, чем вопрос больше в нашу тему. Я вот хотел просто добавить, две секунды еще. Значит, то, что вопрос по поводу выбора Дениса, мне тоже нравится, так как это достаточно животрепещущая тема. Все хотят и быстро прийти, и быстро убежать, иметь такую возможность запасного аэродрома. Значит, в Амазоне как раз есть сервис импорт-экспорт. Вы можете прийти в Амазон и убежать из Амазона. Вот этот вопрос свой, который я первоначально озвучил, он мне был интересен тем, что показать то, что вы можете, все-таки есть возможность интеграции между двумя, по сути, конкурентами, двумя разными облаками и двумя похожими сервисами. Вы можете это сделать. Я не могу сейчас объяснить, как это по шагам сделать, но это сделать можно, и это будет вполне работающая схема. Вы можете использовать общий реестр контейнеров, именно образов, если у вас докер, и, соответственно, и размещать его в разных облаках. То есть, резюме такое, то, что, наверное, вопрос, вот то, что предложил Денис, мне кажется, он более интересный, более полезный. Мы можем оставить два вопроса. У нас может быть несколько победителей, не обязательно один, так что оба вопроса получат у нас призы. Я хочу немножко рассказать про результаты викторины. У нас есть два победителя, которые ответили на все вопросы. Мы в связи с тем, что не можем разглашать персональные данные, обязательно с вами свяжемся и тоже расскажем, как забрать призы. Итак, коллеги, я думаю, пора переходить нам к голосованию и решить, какой же облачный сервис победил. Ссылочку на голосование сейчас она появится в чате. Также можно отсканировать QR-код. Давайте выясним, в окончании нашего батла, вот ссылка появилась в чате, и подведем итоги. И пока вы голосуете, выбирайте победителя. Я хочу рассказать вам несколько слов о наших дипломных программах, где мы обучим вас с нуля до уровня Microsoft Azure DevOps Engineer. И в дипломную программу включены 8 курсов, продолжительность программы 356 академических часов, и длительность прохождения зависит от вас, и примерно от 4 до 8 месяцев может быть продлена. Вы сами можете составить себе расписание, выбрать тот учебный график, который удобен именно вам. И также у нас есть краткосрочные программы повышения квалификации по Microsoft Azure, и подробнее, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте или получив консультацию у менеджера. Так что приглашаю всех пройти у нас обучение по облачным сервисам. И очень прошу от организаторов, авторов вопросов, написать мне e-mail. Можно написать сюда в личные сообщения мне как организатору. Написать ваш e-mail. Либо написать мне на почту jobsobaka.spециалист.ru почту сейчас Анастасия разместит в чате. Либо напишите мне, тут можно написать сообщение лично мне. Итак, я думаю, что все, наверное, у нас уже успели проголосовать. Давайте же узнаем, кто победил. Итак, я так понимаю, что результатом нашей битвы все-таки в 60%, 57% большинство проголосовавших выбрало совместное использование AWS и Azure. Уважаемые эксперты, как вам такое решение наших зрителей? Ну, в целом, логичное, потому что сейчас как таковое использование оно имеется сразу же и то, и другая, и то, и другая конструкция. В зависимости от требований бизнеса и с чем будем работать. Так. Так. Так, извините, это это Денис, да, у нас говорил? Да, да, Денис. Александр, скажите тоже пару слов. Да, значит, совместное использование AWS и Azure. Ну, в принципе, это достаточно предсказуемая была и, наверное, правильная стратегия, так как сейчас мы идем в сторону мультиклаудных решений, и чтобы, как вот был вопрос, можно было легко убежать, легко перебежать между облачными провайдерами, это, наверное, ну, наиболее интересная вещь. И все-таки мне кажется, что с точки зрения изучения Amazon и Azure мы получаем возможность попробовать самые передовые решения, которых сейчас пока нет у нас в России. Отлично. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Александр, Денис, хочу поблагодарить вас за очень подробную, да, экспертную вашу оценку каждого сервиса. Спасибо за такое подробное изложение. Также хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за ваши вопросы, за ваше активное участие сегодня и за вашу поддержку. Ждем всех вас на наших курсах, и я с вами прощаюсь, желаю вам профессионального роста, карьерного развития. Денис, Александр, скажите пару слов на прощание. Всем спасибо за мероприятие, что вы пришли на него, за ваши вопросы, всем хороших, собственно говоря, праздников наступивших, Нового года, не болеть, как говорится, в этом году, и успехов в использовании облачных технологий. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь всех со Старым Новым Годом, не болеть, сейчас это очень важно, и плодотворной работы, и я думаю, что будучи с облаками, мы все будем в облаках. Спасибо большое. До скорых встреч, специалисты. Редактор субтитров Корректор А.